Про золотой век инвестирования. Что это значит, друзья? Это значит одну простую вещь. Если мы оперируем понятием ледникового периода, в ледниковый период было всем плохо. Животным, пращурам нашим, да, человеку, то есть, был холод. Количество животных, которые погибло, в принципе прекратило существовать в ледниковый период, оно колоссальное. Здесь, соответственно, у меня вопрос в том, что если мы говорим о том, что ледниковый период, он наступит, потому что экономика циклична. И здесь вопрос в том, чтобы мы были теми пращурами наших предков, которые в этот период выжили, которые научились шить теплые одежды, которые научились обрабатывать землю, которые, в принципе, научились охотиться стадом. Давайте поговорим о золотом веке инвестирования. Итак, друзья, как вы считаете, почему текущее время называется, ну, то есть, век это порядка 70-75, наверное, 50 лет можно назвать золотым веком инвестирования. Итак, поехали. Что хочется сказать. Друзья, мы, на самом деле, вот золотой век, если брать, там, с 80-х годов 20-го века, это, получается, там, 40 лет, да, то есть, век, наверное, можно сказать условно, выросло целое поколение, живущее в парадигме постоянно падающих процентных ставок. То есть, я сейчас говорю о глобальной экономике. Не применительно к России, я говорю о глобальной экономике. Сам я родился в 81-м году, то есть, мне сейчас, в октябре, исполнится 39 лет. Соответственно, моим родителям, получается, там, возраст порядка 65-70 лет, да, у кого-то там родители раньше рождались. То есть, вот представьте себе, выросло два поколения людей, которые живут в очень одной простой парадигме. Завтра деньги стоят дешевле, чем вчера. Всегда. То есть, в 80-е годы, получается, люди, которым было 30 лет, 20 лет, 30 лет, этим людям сейчас 50-60 лет. Люди, которые были успешными портфельными менеджерами, люди, которые в этот промежуток времени сосколотили свое состояние, это люди, которые в предыдущий период доформировали свой инвестиционный капитал. Наверное, самый яркий представитель здесь Ворон Бафф. Сколько сейчас вопросу Ворону Бафф в ту лет? То есть, два поколения уже выросло, да, людей, которые живут в этой простой парадигме. Ребята, я хочу, чтобы у вас это было четкое понимание. На графике вы видите, представлена такая стрелка, стрелка красная вниз. Это стоимость денег в Соединенных Штатах Америки. Задумайтесь, в 81-м году стоимость денег составляла 19-19,5% в Соединенных Штатах Америки. Это ставка Центрального Банка. Соответственно, когда мы говорим о ипотечной ставке, то ипотечная ставка находилась на уровне 22-25%. Потребительское кредитование, соответственно, 30-35%. Кредитной карточке под 40% было кредитование. И с небольшими коррекциями, да, то есть, вот можно видеть, то есть, было снижение, отскок, снова снижение, снова отскок. То есть, была некая такая череда снижения роста процентной ставки, но в целом тенденция, она видна, да, то есть, тенденция наметилась к снижению. И сейчас, в настоящий момент, соответственно, стоимость денег в Соединенных Штатах Америки составляет порядка 0,5%. То есть, вот ставка, по какой сейчас можно получить кредит в Соединенных Штатах Америки. К чему это привело? Если вы живете в парадигме, что деньги завтра стоят дешевле, чем вчера, это очень активно стимулирует потребление. То есть, вы берете ипотеку по 20% у вас после, через 5 лет, ну, опять же, давайте посмотрим, через 5 лет, да, там, в 85-м году ставка с 20% выпускается до 7,5%. А еще через 5 лет, в 90-м году ставка опять, там, держится на уровне 5%, еще через 5 лет падает, там, до 3%, к нулевым годам ставка уже составляет порядка 2,5-4%. И вот, постоянно снижается, то есть, процентная ставка, там, составила 0, она недавно росла, но, в принципе, опять сейчас снижается. Что в такой ситуации происходит с активами? Так вот, к чему это привело? Давайте посмотрим на золотой век инвестирования. Когда у вас постоянно падает процентная ставка, когда у вас постоянно снижается стоимость денег, это приводит к тому, что, в принципе, все активы растут. Активы, первый вид активов, да, сырьевой актив, нефть, да, там, в начале 80-х годов, порядка, там, 60-70% мировой экономики было завязано на нефти, да, то есть, производство конкретных товаров, которые осуществляются в мире, то есть, доля нефтяной составляющей в общем товаре, производимом товаре, здесь и химия, и нефтехимия, и пластмассы различные, и энергетическая составляющая, то есть, доля нефти была порядка 70-80%. То есть, нефть выросла у нас за этот промежуток времени с 80-х годов, то есть, выросла в 7,7 раз, 770% составила рост. Рынок недвижимости. Рынок недвижимости в Соединенных Штатах Америки, более понятная прозрачная информация в России, там, рынка, личная экономика, как таково не было, но если посмотреть с 80-х годов, когда началась у нас эпоха снижения, все постоянно падающих процентных ставок, соответственно, за этот промежуток времени недвижимость выросла в цене в 5,5 раз. Данные приведены по состоянию на 2015 год на графике, но вот в настоящий момент этот показатель составляет 212. Да, то есть, получается, в 5,5 раз выросли цены на недвижимость. Что у нас происходило с золотом? Золото у нас выросло на 324%, то есть, незначительная была, если брать от минимальных значений, там, 1982 года, то и того меньше, да, то есть, получается, с 250 долларов за тройскую унцию вырастало до 1780, корректировалось, опять данные на 2014 год, если говорить о текущих ценах на золото, там, 1600-1650 за тройскую унцию, то есть, в принципе, восстановились значения, золото выросло на 324%. Третий показатель, я сейчас, вот, друзья, я сейчас рынок акций не захватываю, да, что с рынком акций произошло. Рынки облигаций, инструменты с фиксированным доходом, на графике вы видите такой нисходящий тренд, это доходность, то есть, в облигациях есть такое понятие доходность облигаций. Если доходность облигаций падает, это значит, что сами облигации в цене растут. Так вот, если бы вы инвестировали в десятилетние казначейские облигации США с 80-х годов, то общая ваша доходность составила бы порядка 800% к 2020 году. То есть, здесь, опять-таки, значения указаны в доходности 1,87, сейчас текущая доходность 0,6. Доходность американских десятилетних триджерей составляет, соответственно, 0,6%. То есть, тут вообще какие-то колоссальные цифры рисуются. В экономике, основанной на кредите, мы всегда имеем природу волн. То есть, и волна, сила волны, волны экономического роста зависит от того, насколько дешевы деньги. При этом, деньги дешевыми, то есть, как сейчас, практически под 0%, они продолжительное время находиться не могут. Потому что, когда денег много, когда деньги дешевые, то это приводит, в свою очередь, к тому, что очень активно растет потребление. И растущее потребление приводит к росту инфляции. Вот представьте себе, в России сейчас, по указанию президента, говорят, центральному банку опустить процентную ставку ключевую, как Трамп говорил, ФРС слишком низко снижает ставку, опустить ее до нуля. И вот сейчас придет Владимир Владимирович, скажет Эльвире Сахебезяновне, опустите процентную ставку в России до 1%. Представьте себе, дайте гипотезу, если в России процентная ставка упадет до 1,5%, ставка по ипотеке упадет до 3%, ставка автокредитования будет, эффективная ставка кредитования будет равен 5%, потребительские кредиты будут выдаваться под 10-15%. Как вы думаете, что в этом случае произойдет в российской экономике? Сейчас я вам покажу, что происходило с инфляцией за этот же промежуток времени. Ребят, мы сейчас говорим про инфляцию, но инфляция, она будет потом. То есть сначала люди начнут активно потреблять, они выстроятся в автосалоны за автокредитами, они выстроятся в застройщики с ипотекой, чтобы покупать квартиры, соответственно будут продажи товаров и услуг, вырастет экономика, то есть спрос он резко вырастет, и конечно экономика такой резкий спрос она не сможет удовлетворить своим объемом производства, и это приведет к инфляции. Поэтому получается, что процентные ставки нулевыми, они долго оставаться не могут, то есть они неизбежно повлияют на инфляцию. И поэтому то, что мне хотелось показать вам следующим графиком, то есть вот это мы видели период с 80-х годов, то есть что происходило с процентными ставками, а давайте мы вернемся на полвека назад, на начало нулевых, 50-х годов. И что мы здесь увидим? Здесь мы увидим очень интересную картину, что начиная с 50-х годов процентная ставка в Америке росла, причем она росла с 55-го года, ну то есть с какими-то определенными коррекциями, тем не менее она росла с 55-го по 83-й год, 23 года. Если мы понимаем, что в экономике основаны кредиты, есть кредитные циклы, а эти волны вот, они как бы верят кредитные циклы роста и падения, то есть все равно волны ходят. И есть такая одна большая волна, то есть пик процентных ставок был в 80-м году, и после этого стало снижаться. Соответственно, что мне хочется сказать, и что мне хочется показать? Мне хочется показать и наложить несколько одновременно параметров. Синим графиком на слайде вы видите, это ставка по, то есть стоимость денег, сколько стоили денег в Соединенных Штатах Америки. По красным указан индекс потребительских цен. То есть можно видеть, что процентная ставка в США, то есть стоимость денег в Соединенных Штатах Америки, она идет чуть впереди от инфляции. Федеральная резервная система США таргетирует всего лишь два показателя. Инфляцию и уровень безработицы. То есть вот зеленый показатель на графике, это уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки. Я вам специально привожу долгосрочный график. Почему мы говорим про долгосрочные тренды? Почему мы говорим про закат эпохи Золотого Века? По одной простой причине. Сейчас есть вещи, которых раньше не было. Смотрите в самый конец графика. То есть зеленый график, это уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки в апреле-май месяце, который просто взлетает там с 3,5% взлетает до 15-16%, ну 14,7% в апреле 2020 года взлетает уровень безработицы в Соединенных Штатах Америки. Параллельно происходит падение инфляции практически до 0,37%. И, соответственно, эффективная процентная ставка тоже падает до 0,05%. Итак, вопрос, конец это или не конец? То есть процентная ставка упала в ноль, инфляция опустилась в ноль, безработица взлетела в космос. И вопрос, а что делать? То есть почему мы говорим о закате эпохи Золотого Века для инвестирования? То есть вообще, на что обращают инвесторы внимание? Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова